Приветствую вас. Ваш вопрос является не самым простым, потому что речь идет об обучении. Обучение это история всегда про индивидуальность. Это история всегда про уникальность, это история всегда про такой, знаете, я бы сказал, личный опыт, это история всегда, я бы сказал, про какое-то такое вот персональное что-то, про персональное переживание. И, соответственно, нельзя говорить, на мой взгляд, по крайней мере, о том, что ко всем людям и у всех людей есть способности к обучению. Как страны, 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 страны обучающегося, так и страны того, кто обучает. В первую очередь нужно учитывать индивидуальные особенности человека, вот, в первую очередь нужно учитывать, я бы сказал, желания человека, то есть хочет ли он реально научиться чему-то. Либо замотивировать, то есть вот в, например, детской психологии. Есть такой элемент, такой момент есть, как, ну, мотивация, мотивация к обучению, скажем так. Вот, если получается человека, человека замотивировать, вот, то обучение пойдет. Если человека замотивировать не получается, ну, по той или иной причине, в принципе, это не важно, то обучение тоже не идет. Вот, что, в принципе, оно выглядит вполне логично, на самом деле. У обучения есть несколько форм, у обучения есть несколько направлений, вот, это формы обучения. Это формы обучения, которые используются в рамках или форме традиций. Ну, условно говоря, делают акцент на, именно вот, традициях людей, да. И вам в первую очередь необходимо выбрать ту модель, которая подходит вам, которая в большей степени соответствует вашим представлениям, об обучению, вашим ценностям, ценностям, чтобы тот, например, чувствовал и видел вашу искренность, заинтересованность и желание ему помочь. Вот. Один из ключевых моментов заключается в том, что обучение заключается в поддержке. Т.е. это не навык, который вот механически вдалбливает человеку, а это вот все-таки попытка показать человеку, что... грубо говоря, можно по-другому, что... ну, что возможно по-другому, что возможно иначе. То есть это такой вот, можно сказать, способ обработки опыта. И здесь очень важно давать человеку, когда она ему нужна, здесь очень важно давать человеку, ну, как себя почувствовать, может быть, в регрессии. Вот. Здесь важно в том числе объяснять человеку, что происходит. И если мы говорим о том, чтобы научить человека быть самостоятельным, самодостаточным, то в первую очередь мы говорим о... личном... личном примером. То есть мы говорим о том, кто человека обучает. мы говорим о том, что... мы говорим о том, что... кто... мы говорим о том, что можно так выразить самодостаточность. Вот. И... собственно говоря... лично ему... она нужна самодостаточность. Что такое самодостаточность? Ну, эээ... по факту самодостаточность это... эээ... ээээ... это... грубо говоря... ощущение собственной наполненности, ощущение собственной полноты, ощущение... эээ... собственной целостности, то есть... по факту, это вера. Это вера... эээ... наполненность эээ... собой... эээ... это вот... эээ... состояние, при котором, эээ... в принципе... эээ... чувствуется... эээ... эээ... что он... эээ... эээ... человеку своих ээээээ... ээээ... собственных ээээ... целей, да, это достаточно, вот, человеку вполне достаточно того, куда он идёт, человеку достаточно того, в каком направлении он стремится и так далее, но чтоб это было реальностью, чтоб это не было иллюзией. Крайне необходимо, чтобы то, на что человек, ну, грубо говоря, тратил свои ресурсы, вот то, на что человек тратит свои ресурсы, чтобы эти ресурсы человек тратил, во-первых, сознательно, вот. А во-вторых, чтобы он это делал, ну, грубо говоря, сумму папы, чтобы он не растрачивал свои ресурсы понапросто, вот. Чтобы он делал то, что ему важно, вот. И, чтобы получал удовольствие от результата. Чтобы адекватно воспринимал вы ошибки, которые он совершает. Человек сам. Чтобы, например, вы были рядом и поддерживали его в этом, чтобы вы были рядом и приучали бы человека думать, что ошибки – это совершенно нормально. Вот. Но в день со всем, чтобы человек научился усваивать опыт и развивать. А если ошибка повторяется, то он не отчаянился и имел бы адекватное отношение к этой самой ошибке. Ещё раз. Самодостаточность, как следует из этого слова, означает, что мне достаточно самого себя. Мне достаточно сделать. Чтобы было достаточно себя, необходимо отказаться от оценочных и сравнивающих тенденций. Если и оценочные, и сравнивающие тенденции присутствуют, то говорить о самодостаточности, к сожалению, нельзя. Потому что сравнивающие и оценивающие тенденции идут только во вред. К сожалению. К большому огромному, к сожалению, идут только во вред. Поэтому мысль моя, по крайней мере, здесь вот такая. Примерно. Примерно. Что вам, грубо говоря, прежде чем всем учить человека самодостаточностью, надо быть в первое убедиться в том, что вы сами ей обладаете. Дальше. Как научить быть самостоятельным, сильным и зрелым? Никак. Вот этот момент никак. Потому что это то, что человек приобретает сам. У всех градации силы и зрелости и самостоятельности свои именно вот градации. То есть, что я понимаю под силой, что вы понимаете под силой. Вот. Что я понимаю под зрелостью, что вы понимаете под зрелостью. То есть, это как бы, ну, такая достаточно, эм, дифференцированная, я бы сказал, эм, структура. Вот. И, соответственно, важно, эм, позволить, пожалуй, человеку быть тем, кем он хочет быть. И, эм, позволить человеку быть самостоятельным настолько, насколько он хочет быть. Если человек не хочет быть самостоятельным, если человек, если человек вот неинтересный, например, то это его право, его право отказаться от этого, грубо говоря, его права. Ну, он имеет право не хотеть, эм, быть самостоятельным настолько, насколько это вы, например, хотите. Хотите, допустим, вы, к примеру. Вот. Эм, что еще хочу сказать. Еще хочу сказать, что вот то, что вы обидят, очень похоже на, эм, спасение. То есть, на то, что вот вы пытаетесь спасти человека, спасать его, пытаетесь, как бы. И, на мой взгляд, это, ну, вообще, вообще не лучшее, что вы можете сделать, а, для человека, если вы, ну, любите его, если вы хотите для него самого лучшего и так далее, да, 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 то есть, эм, вот, не нужно, наверное, заниматься, там, спасением, спасением. Человек. Вот. Потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится. Другое дело, если человек просит помощи, сам просит помощи, то, да, помочь ему можно, но, опять же, не следует сказать, что работа делает сам человек. Вот. Если, эм, слишком сильным, эм, вот, что называется, эм, включать жизнь человек. Вот. Что, эм, получается, что мы, эм, лишаем его, собственного опыта, вот, мы не даём ему, эм, самостоятельно развиваться, вот. И, эм, в этом, эм, мы не помогаем, хотя, первеначально мы хотим помочь. А в этом мы лишь только в Риге. Вот. Поэтому, собственно, э, 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 ну, можно сказать, э, э, считается, да, что, вот, вот, ну, что, эм, что, к примеру, треугольник Карпмана, это, э, э, треугольник жертвенности, потому что, э, э, те, кто пытается спасти, они, э, э, ну, они, э, ну, они вредят очень сильно, э, э, в первую очередь себя. Вот. А вот, э, э, вот, что, что я могу вам сказать. Так что, подвольте человеку быть, э, э, настолько сильным, э, самостоятельным и зрелым, насколько он этого хочется. Вот. Мне, э, э, стоит навязывать, э, свое видение. Потому что тоже будет не он, не сам человек. А вам, в свою очередь, наверное, имеет смысл подумать о том, э, э, для чего, для чего мне, вот, именно мне, для чего, э, э, достаточно, э, спасать человека. Вот. Почему я хочу спасать человека. Вот. Этого достаточно. Потому что, э, э, ну, потому что, э, вот, то, насколько вы будете искренни в, э, э, в этой ситуации, то, насколько вы будете искренни, искренни по отношению к себе, вот. Э, 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 по сути определить, э, э, успешность, э, вашего обучающего, если можно так выразиться, процессом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо.